Всем привет! Скандальная история обманутых жены и дочери Алексея Баталова, которые лишились доли в четырехкомнатной элитной квартире напротив Кремля, помещения под мастерскую, двухкомнатной квартиры в центре Москвы и еще крупной суммы денег конца не видно. Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожина, которой по договору ренты перешло имущество Баталовых. Но вчера в суде рассматривалось не уголовное, а гражданское дело. В начале этого года Наталья Дрожина подала иск Марии Баталовой. Она через суд пытается расторгнуть договоры ренты, поскольку не может выполнять свои обязательства и перечислять Марии деньги. Дрожина хочет принудительно вернуть Марии имущество. Но по ее словам, Баталовы отказываются принимать квартиры обратно. Адвокаты Баталовых говорят, что от квартир никто не отказывается, просто договоры ренты они считают недействительными. Раз договоры недействительные, то и расторгать нечего. Эта юридическая казуистика не имеет отношения к уголовному делу о мошенничестве. Его расследование продолжается. У следствия по-прежнему много вопросов. Квартиры, которые Баталовым обязательно вернут, хотя они никуда не исчезали, а вот деньги со счетов Гитаны Аркадьевны и Марии пропали. Дрожина и Цивина на заседание по гражданскому делу не пригласили. Они придут в следующий раз. Согласно постановлению суда по уголовному делу, Гитана Аркадьевна и Мария Баталова не могут с ними встречаться. Поэтому их разделили по разным заседаниям. 5 апреля в замоскворецком суде были Мария и Гитана Аркадьевна. Чтобы Мария могла отвечать на вопросы и защищать свои интересы, на заседание принесли два ноутбука и специальное устройство на голову, обеспечивающее техническую поддержку для больного ДЦП. Но ни Мария, ни ее мама Гитана Аркадьевна стали героями заседания. Гвоздем программы был нотариус Дмитрий Бублий. Все внимание суда, свидетелей, адвокатов сосредоточилось на нем. Бублий заключил те самые злополучные договоры ренты, по которым имущество Марии Баталовой отошло Дрожиной. Неудивительно, что у судьи возникли вопросы, как это было, при каких обстоятельствах. Судья попыталась узнать, приезжал ли Дмитрий Бублий домой к Баталовым на подписание договоров или не приезжал. Однако Дмитрий Станиславович почему-то решил, что он может воспользоваться 51 статьей Конституции и не свидетельствовать против себя. Судья ему разъяснил уголовную ответственность за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля. Ему разъяснили, что его спрашивают не как частное лицо, а как спецсубъект Российской Федерации. Судья попросил его ответить, какие сделки с имуществом Марии Баталовой он совершал от имени Российской Федерации. Но Бублий на это отказался отвечать. Более того, он не ответил, видел ли он Марию Баталову раньше, обращалась ли она к нему за оказанием нотариальных действий. В течение всего заседания суд просил Бублия не препятствовать выяснению истины. Было потрачено много времени и сил. Но Дмитрий Станиславович Кремень ни на один вопрос не ответил, даже на вопросы адвокатов Дрожиной. Добавим, что защитники Натальи и Дрожиной по-прежнему надеются на мирное решение спора, пока это еще возможно. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока!